Современные промышленности, кнопки и приключатели применяются в практически всех производственных процессах для обеспечения работы различных видов оборудования, промышленных машин и механизмов. Разные формы конструкции и особенность управления позволяют применять некоторые виды приключателей и кнопок на опасных производственных участках или устанавливать на транспорте. В качестве примеров можно привести такие отрасли применения, как пищевая промышленность, нефтохимическая отрасль, сельское хозяйство, металлургия, машиностроение и многие другие. Использование переключателей и кнопок позволяет решать разнообразные задачи. Включение и выключение промышленно-рабочего оборудования, запуск машин и механизмов, переключение режимов работы оборудования, старт и остановка производственных процессов. Аварийное включение или выключение, индикация рабочих состояний оборудования и техпроцессов, контроль доступа персонала на опасные производственные участки. Начнем мы с обычной кнопки. Вот так его рисуют на схемах. Еще не так давно, 50 лет назад, графические обозначения рисовались по-другому. На старых схемах кнопки рисовали таким образом. Кнопки бывают с лампочкой и без. На видео с лампочкой на 110-220 Вольт переменного напряжения. Также указано, какого света. Буква G означает green, значит зеленый. Всегда пишется, какого типа контакта. В большинстве случаев у зеленой кнопки контакты NO, нормально открытые. Сыфры 3 и 4 означает номера контактов. Для того, чтобы установить кнопку, необходимо сделать отверстие 22 мм. Конструкция кнопки состоит из нескольких элементов. При желании можно добавить или удалить их. Например, если добавить несколько NZ доп.контактов, то при нажатии на кнопку все контакты будут менять свое состояние. Вот так рисуются доп.контакты, если их несколько штук, в данном случае плюс 5 к основному. Пунктиром рисуют механическую связь. Переходим к практике. Подключаем лампочку. При нажатии на кнопку, контакты внутри кнопки замыкаются и через кнопку проходит фаза. А 0 подключили ко второму контакту лампочки. Следующая популярная кнопка – это красная кнопка. Вот так рисуется на схеме. В большинстве случаев у нее размыкающий контакт. По умолчанию она NZ – нормально закрытая или нормально замкнутая. Конструктивно она состоит из нескольких частей. На самом доп.контакте написано основные характеристики. Рекомендуемые напряжения и токи. При желании можно добавить несколько доп.контактов. Также практическая часть подключаем лампочку и разрываем все питание. Следующий популярный элемент управления – это переключатели. В данном случае двухпозиционный. Есть также трехпозиционный с возвратом и без. Сюда вставляются такие же доп.контакты. И вот пример условно-графической лампочки. Подключаем лампочку. Как только повернем переключатель, замыкаются контакты и включается лампочка. Далее рассмотрим переключатель с ключом. Он используется в местах, где требуется ограничить доступ к оборудованию. Здесь также при повороте ключа меняется состояние контактов. Вот так реализуется переключатель с ключом. Правда здесь нарисовано два НО контакта и два НЗ. Подключим лампочку. Единственная кнопка из всех, которая используется только по назначению – это кнопка аварийного остановок. Он предназначен для полной остановки оборудования при аварийных случаях. И есть еще кнопки с ключом. Также для примера берем лампочку. Лампы индикации нужны для информирования о каком-то событии. Это может быть авария, подача питания или текущие состояния. На схемах рисуют таким образом. Раньше использовались лампы накаливания. А вот современные состоят из светодиодов. Как и в других, на корпусе написаны основные характеристики. Модель графического обозначения потребляемый ток, напряжение и обозначение контактов. Вопрос внимательным зрителям. Что у всех элементов управления общие связаны с установкой? Теперь пройдем к практической части. Две лампы подключили одного на НЗ, второго на НО контакт кнопки. Понятное дело, при нажатии на кнопку, контакт НЗ размыкается и контакт НО замыкается. Тем самым, один контакт подает питание на лампочку, второй разрывает все питание. Подключим также лампу внутри кнопки на НО контакт. И при нажатии, контакт НО замыкается и подает питание на лампу внутри кнопки. Далее будем управлять контактом с помощью кнопки. Фаза пройдет через кнопку НЗ и после нажатия на кнопку НО контакт срабатывает. Подключим контакт так, чтобы он встал на самопитание. Более подробно про такое явление, как само питание контактора, мы рассмотрим в следующих видео. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. Далее, пример реализации подключения нагрузки к контактору, например, лампочки. При нажатии на кнопку контактор остается включенным до тех пор, пока не нажмем на красную кнопку. Тем самым разрывается питание катушки контактора. На этом все. Спасибо за внимание.